Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Шалом, хелло, бонжур. Так, 10.00. Мы начинаем очередной урок на портале Воикра. Портал Воикра, группа Воикра. Всем доброе утро. Значит, слава Богу, слава Богу, Воикра развивается уже 12 тысяч подписчиков. Воик Марголин, шалом. Мушека Мясорук, шалом. Со Святой Земли. Саид Макаев. Яков Шатадин смотрит нас. Так, хеллоу, Диорни Нивня, все. Значит, шалом, шалом. Значит, пока мы все собираются, я хочу рассказать эти мелодию слова шалом. Откуда вообще слово шалом? Шалом это, есть такой корень, вы говорите, шалем. Шалем это шалем. Цельный, целый, полностью целый, цельный. Да, это шалом. И шалом мир, это когда есть шлымут, есть цельность, единство такое. Да, это шалом, когда ничего другому не противоречит. И вот шалом из Сухуми, то есть тот, кто говорит Лея Сотникова, она говорит, у меня в Сухуми шалом внутри, да, и вам шалом везде, да, где вы находитесь, чтобы у вас был тоже вот этот шлымут. Теперь, но все же в этом мире несовершенно. Эйтан Леви Бердер нас смотрит, да. Все в этом мире несовершенно. То есть все в этом мире испытывает недостаток, недостаток. И шлымута, такого шлымута нет как такового, вот именно совершенства, цельности. Только один Бог, он по-настоящему совершенен. Потому что у него нет недостатка ни в чем, и в нем есть все. Это одно из имен Бога. Шалом это тоже одно из имен Бога, кстати, интересно. И поэтому там в туалете или в бане не говорят друг другу шалом, потому что это святое, одно из имен Бога. Вот. И когда человек говорит шалом из Оренбурга, да, Аркадий Кадрянский, он, значит, тоже, как бы он этим словом напоминает себе в Оренбурге, что у него внутри шалом. То есть, а что такое шалом у человека внутри? У него нет противоречия. То есть, у него нет противоречия и нет недостатка ни в чем. Понятно, да? И всем, чтобы был шалом, то есть, мы желаем друг другу шалом, чтобы было совершенство, чтобы был мир и чтобы не было недостатка ни в чем. Но в первую очередь, мир внешний, он начинается с мира внутреннего. Когда у человека внутри мир, вот ему всего хватает, он вообще не, как бы, доволен своему делом. Все отлично. А Ботер Тов тоже, если вот когда говорят Ботер Тов, вот, Алена Мармар, она нам сказала Ботер Тов. Ботер – это утро. Но еще Ботер – это ясно. То есть, утром все становится ясно. Становится светло и ясно. Это слово Ботер, да? И Тов – это ясно добро. То есть, вот так вот, ясное добро. Ботер Тов – это утро ясное и добра всем желаем. Все. И сейчас мы продолжаем изучать Пертея Вод. Пертея Вод – это поучение отцов. Мы сейчас находимся во второй, во второй главе. И сейчас идут высказывания учеников Рабан Йоханена Бен Закая. Где они, как делятся своим, своей жизненной такой, не стратегией, а главными, главными идеями своего жизненного мировоззрения. То есть, у него было, как мы знаем, пять учеников. Они все были немного разные. У каждого был свой путь служения Богу, на котором каждый из них сделал акцент. И он разные им дал характеристики, Рабан Йоханен Бен Закая. И сейчас каждый из них говорит главные вещи, на которые он в жизни акцентирует свое внимание. И, значит, сегодня у нас смешна про Раби Йошуа Бен Ханания, про которого сказал Рабан Йоханен Бен Закая, его учитель, что Ашры Йолото – счастлива, которая его родила. И, значит, так он его охарактеризовал. И про Раби Йошуа Бен Ханания известно, что счастлива, кто его родила. Его очень любили люди. Он был человек, который отличался прекрасными качествами характера. То есть, вот пять учеников было у Рабан Йоханена Бен Закая. Все великие, но каждый был в чем-то одном уникален. Например, Раби Лейзер Бен Урканас, он был как колодец, который не теряет ни капли. Он запоминал всю Тору, которую учил. Раби Йошуа Бен Ханания, счастливо родивший его. У него были качества характера. Он был по отношениям с людьми вообще. То есть, ну, просто все его любили, всем восхищались. Он всех любил, был такой именно по отношениям. Раби Йоси Акоин, он был хасид. Он делал больше, чем надо. Раби Шимон Бен Атанель, он был Ирехет. Он боялся согрешить. Он был очень осторожный такой, да, чтобы не согрешить. И Раби Лейзер Бен Арах, он был Маян Амид Габер. Он был творческий, он создавал, то есть, он был креативный такой. Он креативил, он создавал там и так далее. И вот, значит, сейчас мы находимся в Мишне, где Раби Йошоа Бен Ханания рассказывает, какие три его убеждения, как бы, они его двигают по жизни. И он нам дает совет. Значит, он говорит, значит, первое. Айна-Ра, Айна-Ра это злой глаз. Йец-Ра-Ра, злое начало внутреннее в человеке. Весенат обреет и ненависть в создании. Мацин это Адам и Нау-Лам. Человека выводят из этого мира, то есть, они его уничтожают, убивают раньше времени, выводят из мира. Айна-Ра, то есть, три вот этих вещи, они самые, больше всего мешают человеку. Давайте разберемся. Значит, первое, злой глаз, Айна-Ра. Здесь мудрецы, комментаторы, они говорят, что, что значит злой глаз? Есть два объяснения, что такое злой глаз. Два абсолютно, как бы, ну, чуть-чуть разных объяснения, но оба из них человека забирают с этого мира. И они объясняют как. Значит, первое объяснение, что Айна-Ра, это когда у меня злой глаз, что имеется в виду, что я смотрю на все с негативной стороны. То есть, на все, на себя, на людей, на ситуацию, на прогнозы. То есть, пессимистический такой взгляд, в котором мне не хватает, в котором я так оцениваю прошлое, что мне плохо, так оцениваю будущее, что мне будет плохо, да, так оцениваю настоящее, что мне тоже плохо. Это называется злой глаз. Вот я вам сейчас, вчера слышал одну историю, которая показывает, очень классная история, хочу ее запомнить. Показывает, как, как вот злой глаз мешает. Значит, история такая. Пришел один бедный человек к Рэбе, к Рэбе, к цадику, к такому праведнику. Пришел пожаловаться ему за советом, попросить помощи. И он сидит у него, ждет в приемной такой, да, сидит, ждет, ждет этот бедный человек, все. И тут пришел один богатый, ходит по приемной, по этой, ходит, ходит туда-сюда, спешит, значит, все. Этот помощник этого Рэбе, он пришел, Рэбе и говорит, вот, говорит, в приемной бедный, он раньше пришел, и богатый, он позже пришел. Кого позвать? Рэбе этот сел, подумал, подумал, говорит, зови богатого. Помощник выходит богатого, зовет, говорит, заходите, Рэбе вас ждет. Этот бедный сидит, и он прямо злится внутри. Как же так, что за несправедливость такая, я же раньше пришел, а здесь, что за мир такой, почему богатым одним все, другим ничего. Богу говорит, что же за несправедливость такая, почему даже здесь меня там угнетают, как ты можешь. Начинает даже внутри чуть-чуть так против бога возмущаться. Значит, он возмущается, сидит возмущается, прямо уже кипит. В это время богатый зашел к Рэбе, рассказал ему свой какой-то вопрос, тот ему дал какой-то совет. И этот богатый человек дает Рэбе чек 10 тысяч долларов, говорит, вот вам это на добрые дела, пожертвование мое, вы мне очень своими советами помогаете. Вот вам 10 тысяч долларов, и дает ему конверт 10 тысяч долларов. Значит, и довольный выходит, получил ответы на свои вопросы, все. Тут заходит этот бедный Рэбе, и говорит, вот у меня такая ситуация, надо там дочку выдать замуж, денег нету, на лечение денег нету. В общем, плачет, жалуется, что жизнь вообще ужасная. И говорит, где мне, вот не знаю, как мне, где мне взять деньги, помощь. Этот Рэбе дает ему этот конверт 10 тысяч долларов, и значит, говорит, вот тебе как раз решение всех твоих сейчас проблем и вопросов. Дает ему этот конверт 10 тысяч долларов, тот, вау, радостный такой, потом говорит Рэбе, ну вот все равно не могу вам не сказать, должен вам сказать, что меня гложет. Вот почему такая несправедливость? Я-то думал, что вы хоть честный человек, справедливый, а вы, значит, тоже вот так со мной поступили. То есть сейчас вы мне, конечно, ну помогли, спасибо большое, но я сколько ждал, и почему вы богатого вперед пустили, где справедливость, где то, где все. А, значит, ну в этот момент, когда он так возмущенно, Рэбе все это высказал, и ушел. И он ушел, как бы полностью себе, ну получается, своим злым глазом, испортив себе следующий этап своей жизни. Потому что то, что он сейчас получил 10 тысяч, это как бы следствие какого-то предыдущего этапа его жизни. Но каждый раз, когда человек что-то думает, он как бы создает себе то, что на Востоте называется карма, а у нас называется та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. И он, он же не знал эту ситуацию, он не знал, что если бы он зашел первый, у Рэбе не было бы ни копейки денег ему помочь. То есть то, что богатый зашел перед ним и оставил 10 тысяч, это и было как раз ключом к тому, чтобы он получил свои деньги. И Рэбе, зная, что сейчас бедный, скорее всего, ему нужна помощь, а богатый, скорее всего, что он какую-то помощь окажет, так он подумал, что, конечно, богатого надо впустить вперед, чтобы он оказал помощь, а я потом смогу помочь. Кстати, были такие Рэбе, интересно, ну вот в Хасидске Рэбе и были мудрецы в эпоху Талмуда, у которых было правило. Не ложиться спать, пока ты не раздал все, что у тебя есть. То есть они жили по принципу, что Тора была дана тем, кто кушал ман в пустыне, и ман бог давал на каждый день, чтобы человек знал, что все от бога, и, значит, вот они получали ман ровно одну порцию на один день, а перед Шаббатом получали две порции. И были такие вот, ну там, Хасидске Цаде где-то лет 300 назад, а времена Талмуда это было где-то там полторы-две тысячи лет назад, когда были несколько, ну вот прямо известная эта история, что у них было вот полностью раздать все, что у них есть, и они были же такие люди, они же Цадите, но они праведники, они настолько с богом близки, что полностью на нем его полагаются. И к ним люди несли деньги, там все, они все раздавали, вот все вообще, что и было. Я учился в одного такого равыцкого Зильберзе, Храноцедей Клевраха, и однажды была такая история, что он стоял, кстати, интересно, это я не видел, но рассказывает, он стоял в Амеда, когда нельзя прерваться, молился Амеда, и по-моему, был даже Шалей Акцибур. И тут звонок, звонок из больницы, кто-то поднимает трубку, срочное дело, срочное дело, там кому-то надо делать операцию, а нету, у человека не было ни гражданства, ни страховки. И, значит, нужно было срочно решать, и он каким-то краем уха услышал вот этот разговор, и он остановился, говорит, я, значит, гарантирую, что я деньги за него верну, если, ну, то есть, там огромная была сумма, и, значит, ну, так как это был вопрос спасения жизни, и он готов был все свое имущество отдать, чтобы спасти любого человека, представляете? Вот такие бывают люди. Значит, Айнара, злой глаз, который человека уводит из этого мира, по первому объяснению, это когда человек видит окружающий мир, поступки окружающих, себя, свое будущее, свое прошлое, видит в негативном ключе, это называется Айнара, естественно, что раз он видит это все в негативном ракурсе, ему все время плохо, и это сокращает его жизнь и приводит к болезням, это как понятно. Второе объяснение Айнара, это злой глаз, зависть. Когда человек завидует другому, и он, значит, ну, со злом завидует, там, его имуществу, деньгам, здоровью, там, и так далее, то он этим сжигает, как бы, он вредит этим. То есть, есть, конкретно в Талмуде написано, что на кладбище, там, 99% умерли от Айнара, то есть, от злого глаза, а один всего процент умер не от злого глаза. То есть, человек, когда он негативно смотрит на другого, со злом желает ему зла, он имеет влияние на другого человека, безусловно, но, но, так как все в этом мире возвращается, то ровно то плохое влияние, которое он оказал на другого человека, он потом получает на себя. То есть, если один другому, как это работает в жизни, смотрите. Вот, например, один человек, там, не знаю, Яков Шатадин, или не Яков, кто-то другой, да? Кто-то другой рассказал Яков Шатадину о своем проекте. Яков Шатадин говорит, с Божьей помощью у тебя все получится, давай, молодец. Это добрый глаз и хорошее пожелание, благословение, которое усиливает проект человека. Теперь, ну, этот же человек потом пошел к другому человеку, ему рассказал о своем проекте, еще говорит, вы знаете, мне Яков Шатадин поблагословил, дал пожелание, что все у меня получится, классно. Теперь я точно уверен, что у меня все получится. А другой человек в это время, он завистливый такой и негативщик. И он такой про себя думает, да что бы у тебя не получилось, да что бы у тебя там вообще, даже то, что есть, отпало там, все. И он на него всякую гадость думает, и что? В этот момент реально на вот эту задумку человека, которая пока только идея, оказывается в духовных мирах плохое влияние, потому что все же люди имеют связь с Богом. И вот этот человек, который негативно желает ему зла, злой глаз, да, он как бы сжигает эту идею в духовных мирах. То есть, когда вы рассказываете о том, что еще у вас не произошло, вы ставите это под удар, понятно, да? То есть, это есть даже такая лоха в шелхонарухе, что запрещено стоять и рассматривать поле своего соседа, когда там только зеленые ростки. То есть, пока еще только это еще в процессе роста, то очень легко оказать на это плохое влияние своим глазом, да? Но потом, если ты сжег ему поле, если ты своим пожеланием сжег ему проект какой-то, то в этот момент создается такая обратка, да, как бы, что когда у того человека, у которого вот этот злой глаз, что-то он задумал, у него оно тоже рушится и тоже не случается, понятно? То есть, все это палка от двух концов. Но в любом случае, как сказал Раби Йошуа бен Хананья, что что ты смотришь на вещи негативно, что ты желаешь зла, в любом случае, это тебя уводит из этого мира, поэтому это невыгодно человеку с любой точки зрения. И нужно за собой следить, чтобы, а, судить все позитивно. То есть, если ты уже и выдумываешь какие-то интерпретации, они должны быть позитивные. Б, никому не желать зла, потому что желая кому-то зла, ты обратной стороной палки вьешь себя. Ему зло будет, если ты ему желаешь зла. Но, как бы, придется самому... Знаете, как есть известная история, когда было два завистливых человека, очень завистливая. И, значит, один из них поймал золотую рыбку. И он так ненавидел своего соседа, что, ну, невероятно. Золотая рыбка ему говорит, загадывай три желания, но, значит, знай, что у твоего соседа будет в два раза больше, чем ты загадал. И он такой думает, что же делать. А он так соседа ненавидел. И он, значит, говорит, ладно, хочу я дом, там, девять этажей. У соседа дом, там, восемнадцать этажей или два дома по девять этажей. Ему опять не в радость, это дом девять этажей. Он такой, все. Ну, думает, ладно. Хочу, значит, Роллс-Ройс. Бах, ему Роллс-Ройс, у соседа два Роллс-Ройса. Опять ему не в радость, его Роллс-Ройс, он прямо места не находит, думает, что же делать там. Осталось одно желание. Он ходил, думал, 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 потом подходит к рыбке и говорит, ладно, говорит, такое у меня желание, выбей мне один глаз, выбей мне один глаз, чтобы соседу два глаза выбило, представляете, он готов был остаться одноглазым, чтобы у соседа только два глаза не было. Это природа людей, закон бумеранга можно это назвать, природа людей, то есть нас Раби Юшоа Бенхананья предупредил, что злой глаз выводите из этого мира, то есть убивают, уничтожают, а там решает сам, как этим пользоваться. Второе, что он сказал, ецерара, ецерара, злое начало, человека выводит из этого мира. Что такое злое начало? Значит, когда человек рождается, у него уже есть злое начало, оно включено, это его инстинктивная животная природа, которая включена с детства, она с одной стороны ведет его к росту и к выживанию, но с другой стороны внутри человека всегда живет вот это животное, которое корова, обезьяна и так далее, то есть внутри живет животное, которое ецерара, инстинктивное начало. Теперь это инстинктивное начало, если ему дать власть, оно человека уничтожает. Например, что вот это инстинктивное начало, ну в первую очередь, о чем думают все животные? О пище. Пища, вкусная пища, и понятное дело, что любая корова, лев там или зайчик, они, конечно, фанаты еды вообще полнейшие, но, но. Теперь если человек, он отпустит вот это свое злое начало и перестанет себя контролировать, то к чему его приведет неуемное вожделение к еде? Оно его приведет или к отравлению он переест, или к ожирению, но в любом случае оно, если он отпустит вот эти свои вожделения тела на бесконтрольный, без контроля разума режим, то, естественно, они его поведут куда угодно. Если говорить про Тору, то вожделение человека к еде, оно его побуждает кушать кошерное и некошерное. Если человек перестает себя контролировать, он начинает кушать некошерное, тем самым нарушая волю Бога и, значит, получая потом отдачу в виде, в виде там страданий и так далее за нарушение. Если говорить про вожделение к размножению, то есть это самое сильное вожделение у человека, удовольствие в этом мире самое это вожделение к размножению. Так запрограммировано. Но если человек это отпускает в свободный ток, он безостановочно этим занимается, уходит в какие-то извращения, он выходит из рамок нормальной там семьи, отношений и так далее. В итоге это его уничтожает. В мире там сейчас есть куча болезней, которые передаются половым путем. Просто это истощает его силу и это его уничтожает. Понятно, да? То есть вот это злое начало, если его отпустить на бесконтрольные плавания, то есть удовлетворяет все свои вожделения, это тоже убивает человека и его уничтожает. С этим понятно. Теперь Сенат обреет ненависть в создании. Это тоже человека уничтожает. Значит, как работает эта ненависть в создании? Значит, сказал Шлома Меллах, в Мишле мы учили, что как человек смотрит в воду и видит свое отражение, так сердце людей отражает мое к ним отношение. Теперь представим человека, который людей ненавидит. Он все время их критикует. Он все время считает, что они действуют не так, неправильно, не додали и так далее. Он такой педант с тяжелым характером. То, во-первых, ну если вы попробуете, вот просто проведете статистику, статистика моей критики, когда я пытаюсь исправлять других людей, и вы проведете просто исследование. 20 раз вы кому-то сделали замечание, я вам гарантирую, 20 раз у вас будут неприятные в жизни ситуации. Это гарантия. То есть окружающие люди, они на вас обидятся, они на вас расстроятся, они иногда покритикуют вас в ответ, они устроят с вами скандал. То есть это статистика прям конкретная. Поэтому, ну а как это выводит человека из этого мира? То есть если ты устраиваешь с людьми конфликт, они тебя ненавидят, то это сокращает жизнь. Причем интересно, что Тора нас предупреждает, что, например, власть, она сокращает жизнь человеку. Откуда мы это знаем? Что даже Иосиф Ацадик, он был Цадик, то есть праведник, его Бог назвал. Тора назвала его Иосиф Ацадик, то есть он уже праведнее его не было, да? На него даже Айнара не действовал, злой глаз на Иосифа не действовал, потому что те, кто хотят спастись от злого глаза, они говорят, что я такой-то такой-то, мизера Иосиф Аниба, что я пришел из семени Иосифа, как бы потомок Иосифа, что Айнара не властвует над ним. Почему над ним не властвовал Айнара? Потому что он сам, то есть все мера за меру, он очень сильно властвовал над своими глазами. Когда его жена Патифара хотела совратить, он на нее даже не смотрел, то есть он полностью контролировал себя, и человек, который полностью себя контролирует и ведет по Торе, Цадик, над ним злой глаз не действует. Но он умер раньше, чем все свои братья. И Тора нам говорит, посмотрите, он был премьер-министр Эдипта, он был Цадик, но он был человеку власти. Если человеку власти, его по-любому ненавидят люди, то есть есть люди, он с них берет налоги, он их заставляет вести правильно и так далее. Власть сокращает жизнь человека, это такой закон. Поэтому здесь нам сказал Рабиушо Бенхананья другими словами, что он нам сказал, значит, Айнара, злой глаз, когда ты негативно смотришь или ты желаешь зло и завидуешь, Ецарара, когда ты потакаешь своим вожделением, и Сенат обреет, когда ты вступаешь в конфликты с людьми, даже, даже по хорошим соображениям. То есть когда ты хочешь кого-то там исправлять, критиковать, наставлять на правильный путь, ты должен знать, что люди тебя будут ненавидеть. И это тоже сокращает тебе жизнь. Все. Вот он нас предупредил, про него мы знаем, что Ашра Ио Латто, счастливая его родившая, то есть и он счастливый, родившая его счастливая, все люди его любили. Вот каждый из нас выбирает теперь, как вести себя в этих трех направлениях. И, значит, сделайте для себя свои личные выводы, которые вас лично будут вести дальше по жизни. Мне, допустим, все нравится, слава Богу. И я, значит, делаю для себя вывод, что вожделение надо именно сокращать. То есть чем меньше ты кушаешь, кстати, это доказано уже, тем дольше ты живешь. То есть те люди, которые мало едят и мало, ну как бы ограниченно занимаются размножением, не усердствует слишком, да, они дольше живут. Если надо бреет, то есть для того, чтобы люди тебя любили, нужно им не делать замечания, не жаловаться, не обвинять, здороваться с ними, улыбаться им. И, значит, дальше у нас будет одна мечта, что тот, кого любят люди, того любит Бог. Тот, кого любят люди, того любит Бог. То есть когда вы вкладываете в людей добро, то это вам возвращается не всегда, но тут надо опять же использовать добрый глаз. Значит, если вам, вы сделали добро, вам не вернулось зло, вы по-доброму это интерпретируете, что этот человек, он, так как он так неправильно ведет, ему и так плохо будет, это понятно, даже не надо про него думать. А вам, Бог, за то, что с вами где-то вам не додали, Бог вам всегда даст сверху, потому что написано, а Моавир Альмидотав, в Торе сказано, что тот, кто переступает через свои качества и не реагирует на негативное поведение других людей, Моавиримлю Альколь Пашам, тому с неба прощают все его грехи. То есть та мера, которую ты меряешь, меряет тебе с неба. Если ты людям прощаешь, да, типа, ну опоздал человек на встречу на час, или не пришел, бывает, все к лучшему, значит, Бог знает, что мне нужно. Как вот с этим, помните, бедный у Рэбы сидел, ждал. Значит, Бог меня спас от не очень правильного человека, просто галочку себе ставлю и все. Но я на него не обижаюсь, слава Богу, что он мне сейчас опозданием показал свою сущность, да. Если человек так спокойно думает, то тот, кто переступает через свои качества и не гневается, на того с неба не гневается и точно так же к нему относится. Все, удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня. Напишите свои выводы, поделитесь, пожалуйста, уроком с теми людьми, кому это будет важно и интересно. Только не критикуйте, знаете, можно так поделиться. Вот смотри, тебе надо подумать над этим. У тебя злой глаз, у тебя плохое там злое начало и тебя ненавидят люди. Посмотри их урок Ицхака. Так нельзя делать. Нужно наоборот. Вот знаешь, ты такой хороший, молодец, мне так нравится, спасибо тебе, ты мне когда-то там тоже что-то прислал, интересную песню. Вот, может, тебе будет интересно. Понятно, да? Все, удачи, успехов, всем прекрасного дня. До свидания.